Кто-кто, но Карим Хан должен быть выдвинут лауреатом Нобелевскую премию мира. Мне кажется, он должен быть в этом списке, потому что что это, если не стремление к миру? Когда, допустим, Россия бьет по больнице в Украине, никто с этим не спорит, все называют это военным преступлением. Но когда Израиль наносит, например, удар по больнице в Газе, то здесь вот ровно эти же люди начинают нам рассказывать историю, начиная с 7 октября. Это как обязательно, знаете, такое правило у кадыровцев, когда они что-то должны сказать о Чечне, они должны начать с Ахмата Кадырова, похвалить его, соболезнования, упомянуть обязательно референдум, конституцию принятую, потом мать Кадырова, потом самого Кадырова, детей, и только после этого о чем-то говорить по существу. Вот так же и здесь происходит. Мы видим на телеканале «Дождь». Давайте сразу же начнем, наверное, с главной темы этой недели, а для меня главной темой этой недели стал вовсе не орешник, не удар баллистическими ракетами по Украине, межконтинентальными, как изначально было заявлено, но потом это было опровергнуто, и сказали, что это ракеты средней дальности. То, по сути, не меняет, конечно, масштаба произошедшего, но для меня главной новостью уходящей недели стала выдача ордеров на арест в отношении премьер-министра Израиля Бениамина Неданяху и бывшего, уже бывшего министра обороны Иоава Галанта, по-моему, так его имя. В общем, ну и какой-то еще деятель из Хамас, про которого Израиль утверждает, что они его убили еще в прошлом году, но на него тоже выдан ордер на арест, не знаю, видимо, Международный уголовный суд считает, ну, не доверяет информации о его ликвидации. И почему эта новость, на мой взгляд, она, по крайней мере, для меня, почему она стала главной на этой неделе? Во-первых, реакция, конечно, это вообще отдельная история, наблюдать за тем, как те же самые люди, которые, ну, прям восхваляли МУС, Международный уголовный суд, будем дальше называть его просто МУС, Значит, восхваляли его и конкретно прокурора Карим Хана за то, что он выдал ордер на арест Владимира Путина, ровно эти же самые люди сейчас стали критиковать и конкретно Карим Хана, и вообще сам Институт Международного уголовного суда, как якобы нелегитимный, не имеющий какого-либо смысла, и обычно об этом говорят в таком, ну, выстраивают такую линейку, вот, мол, ООН, вот, значит, еще какие-то называются международные институты, которые, на взгляд этих людей критикующих, ну, сторонников Израиля, на их взгляд эти все институты не имеют, в общем, смысл, то, для чего они создавались, они не оправдали, мол, эти надежды. И вот МУС тоже в этот список они включают. Бомбит он людей, очень серьезно бомбит за то, что, видите ли, как мог Международный уголовный суд назвать военные преступления военными преступлениями, как он мог военных преступников назвать военными преступниками, выдвинуть в отношении них обвинения и объявить их в розыск, выдать ордера на арест. Как он мог себе это позволить, когда речь идет не о Путине, не о ком-либо еще, а когда речь идет о Израиле и ее руководстве. Я хочу, конечно же, в первую очередь не согласиться с тем, чтобы МУС ставили в один ряд и говорили, что, мол, не потеряли смысл, они, значит, не выполнили те надежды, с которыми этот институт создавался. На мой взгляд, по-моему, это единственный пока такой институт, который нельзя обвинить в том, что он не выполнил какие-то свои обязательства, что он где-то был непоследователен. Как раз таки неуклонно они следуют четко своему обязанностям, своим регламентам, должностным своим обязанностям, прокуроры выполняют свои функции, судьи выполняют свои функции. У них нет спецназа, грубо говоря, свата какого-то, у них нет своей собственной разведки, своего интерпола, у них ничего подобного нет. Нет, это просто юристы-международники, у которых есть их правила, их законы, их то, чем они руководствуются. И они неуклонно пока руководствуются этими нормативными актами. На мой взгляд, это наоборот та организация, которая показала, что они не следуют каким-то двойным стандартам. Когда, допустим, Россия бьет по больнице в Украине, но это и есть, по сути, военное преступление, и никто со стороны либеральных медиа, оппозиционных каких-то деятелей российских, украинских, украинские деятели, украинские медиа, никто с этим не спорит. Все называют это военным преступлением. Но когда Израиль наносит, например, удар по больнице в Газе, то здесь вот ровно эти же люди, называвшие военным преступлением удар по больнице в Украине, начинают нам рассказывать историю, начиная с 7 октября. Это как обязательно, знаете, такое правило, как у кадыровцев, когда они что-то должны сказать о Чечне, они должны начать с Ахмата Кадырова, похвалить его, соболезнования, упомянуть обязательно референдум, конституцию принятую. Потом мать Кадырова, потом самого Кадырова, детей, и только после этого о чем-то говорить по существу. Вот так же и здесь происходит. Мы видим на телеканале «Дождь» журналисты телеканала «Дождь», которые с 7 октября превратились в тот же телеканал «Россия», только уже произраильский. Некоторые журналисты из телеканала «Дождь» превратились ровно в такого же Соловьева. Только тот говорит, тот является пропагандистом российским, эти являются пропагандистами израильским. Так вот, МУС как раз-таки показывает, что им нет разницы, кто совершает военные преступления. Если Россия совершает, военные преступники сразу принимаются меры, те меры, которые входят в функции Международного уголовного суда. Понятно, да, они не могут поехать и задержать Путина, они могут задержать не на них. Но они могут назвать военные преступления таковым, они могут преступников назвать военными преступниками, выдать ордер. А дальше, как это будет исполняться? То есть, те страны, которые создавали этот институт, насколько они готовы теперь следовать своим же принципам, это уже их ответственность. А не МУСа. МУС и конкретно этот Карим Хан и судьи, поддержавшие этот ордер и выдавшие, по сути, этот ордер на арест, они все следовали своим должностным инструкциям. Они как раз показали отсутствие двойных стандартов. И здесь нужно отметить, что конкретно этот Карим Хан, он, по сути, берет на себя весь этот огонь, потому что его имя стоит за этим ордером, несмотря на то, что без одобрения судей, конечно, он не может его выдать. То есть, судьи должны подтвердить его, как после этого он становится, он вступает в силу. Но, тем не менее, инициатор этого является этот Карим Хан, и поэтому вся атака идет на него. И атака это очень серьезная. Там не просто Израиль этим недоволен, а в Соединенные Штаты Америки Байден лично выражает негодование по поводу этого ордера. Вы представляете, под каким давлением он находится. Плюс там в отношении него уже возбуждено какое-то следствие, что он что-то там, насилие какое-то применял. И вот, несмотря на все это, он выполняет свои обязанности, суд выполняет свои обязанности. И это, на мой взгляд, это достойное уважение. И мне кажется, кто-кто, но Карим Хан должен быть выдвинут лауреатом Нобелевскую премию мира. Мне кажется, он должен быть в этом списке, потому что, что это, если не стремление к миру, когда военных преступников преследуют, когда их пытаются наказать, когда выдаются ордера на их арест, несмотря на последствия, на колоссальное давление. Если человек все равно выполняет свои обязанности, и, по-моему, это достойно того, чтобы он был отмечен. Другое дело, кто будет это выполнять, несмотря на то, что многие европейские страны уже высказали, сказали, что они обязаны выполнять. Если Нитаниаху появится на территории Техстанда, они исполнят. Но я не могу себе представить, чтобы, например, Германия арестовала Нитаниаху. Я просто не могу себе это представить. Премьер в Венгрии уже заявил, что он приглашает Нитаниаху, и он исполнять этого не будет. Германия этого не сказала. Но, опять-таки, я себе не представляю, чтобы Нитаниаху был арестован в Германии. Однако, я думаю, и сам Нитаниаху не станет, конечно, посещать эти страны. Во-первых, это и риски, все-таки, для него, во-вторых, подставлять. Он не захочет эти страны. Поэтому, в любом случае, я считаю, что сам факт того, что военные преступления зафиксированы, они таковыми названы, военные преступники так же квалифицированы, как военные преступники, на их арест выданы ордера. Я считаю, что это очень крутая работа международного уголовного суда. На Reddit я видел карту, где задержат Нитаниаху, и там была даже Монголия. Будет смешно, если Нитаниаху полетит в Монголию, и его там задержат. Не, Монголия как раз-таки и не станет. Она-то и Путина не стала задерживать, когда Путин полетел в Монголию. Монголия откровенно сказала, что они не могут исполнить решение. Здесь они честны. Монголия, да, приняли этот римский статут. Но, извините, Путина задерживать мы не сможем. Да и вообще, в этой теме мы хотим сохранить более-менее нейтральную позицию и нормальные отношения с Россией. Здесь вопрос в европейских странах. Просто именно эти страны в своей основе стали инициаторами, главными локомотивами в создании Международного уголовного суда. И поэтому на этих странах лежит основная ответственность за то, чтобы этот институт существовал, и чтобы его решения уважались, они исполнялись, чтобы им следовали. Поэтому прецедент этот на самом деле очень мощный. Очень мощный, его недооценивать нельзя. Хоть многие скептически к этому относятся, кто-то вообще в этом видит даже. Конспирологию, что это все игра. Ну, с такими людьми спорить в принципе невозможно. Я обычно с любыми конспирологами просто оставляю разговор. Если вернуться к людям, анализирующим происходящее более-менее реалистично, без каких-то конспирологий, то действие Международного уголовного суда с оговоркой, что мы доверяем, что мы отбрасываем конспирологию, мы доверяем тому, что действительно этот институт существует как отдельный независимый институт, и что его персонал руководствуется своими должностными обязанностями, в этой ситуации мы видим следование четко своим инструкциям, без каких-либо реакций на конъюнктуру, на выгоду, на давление, на то, как это будет воспринято. Без всего этого они просто четко выполняют свою работу. Так, страны, которые говорят, что задержат Нитаниаху, американские, сами поставляют оружие для убийства палестинцев, это двойные стандарты. Согласен, здесь можно, конечно, говорить о двойных стандартах, в принципе, в поддержке даже Израиля тоже можно об этом говорить. Но, смотрите, одно дело, когда с одной стороны поддерживаются, выполняются какие-то договорные обязанности с страной, поддерживаются ее какие-то действия, другое дело, когда есть конкретный институт, созданный этими государствами, и в первую очередь эти страны обязаны уважать этот институт, как и в случае внутри государства. Представьте себе, что вы создали государство, в этом государстве вы установили три ветви власти, судебная, исполнительная, законодательная. И вот эти граждане, создавшие это государство, они обязаны уважать свой суд. Если сами граждане не будут уважать собственный суд, то никто в этом мире другой его уважать не будет. Это аксиома. То есть, допустим, возьмем нас, например, вот мы чеченцы, мы собственное государство захотели, мы его создали, и в этом государстве создали свои ветви власти. И вот если мы создаем этот суд, потом, когда этот суд выносит решение, и мы такие не хотим его исполнять, мы перестаем его уважать, то перед всем остальным миром этот суд вообще становится ничтожным. То есть, для того, чтобы все остальные с этим считались, чтобы это уважали, сами граждане должны уважать этот суд. И в первую очередь, уважать суд должны другие ветви власти. То есть, исполнительная власть, она обязана исполнять решение суда. Вне зависимости от того, нравится это решение им или нет. Если законом предусмотрено какое-то оспаривание, обжалование и так далее, да, пожалуйста, вот то, чем вы можете руководствоваться. Но, допустим, когда исполнительная власть просто плюет на решение суда, то надо понимать, что и весь мир наплюет и на твой суд, и на твою исполнительную, и любую иную власть, и в целом на твое государство. Вот так же и здесь. Эти страны создали, Международный уголовный суд, и в первую очередь, эти же страны должны руководствоваться его решениями, уважать эти решениями. Вот конкретно в этом случае двойных стандартов пока мы здесь не видим, за исключением Венгрии, которая демонстративно отказалась. Венгрия это такая вообще отдельная история. В целом, государство Европейского Союза, крайне мере, заявили о том, что они будут исполнять это решение. Это уже хорошо. Независимо от того, к чему это все приведет, что Нитаняху никогда не будет завержен там и не предстанет перед судом, вне зависимости от этого, сам этот президент хороший, он позитивный, и в любом случае, для преступного руководства Израиля, это очень хороший такой серьезный сигнал. Как думаешь, чем закончится война в секторе Газани, хотят освободить эти земли и заселить там евреев? Я понятия не имею, чем это все закончится, и вообще не буду браться за прогнозы. Пока мы видим, что несмотря ни на что, а несмотря на международное осуждение, на целую волну возмущения просто людей в мире, происходящем тем, что делает сегодня Израиль в Газани, мы видим, что абсолютно никто там останавливаться не намерен. Ежедневно, как минимум, десятками абсолютно мирных людей, женщин, детей там убивают, сжигают. Пока вот такое, знаете, ощущение, что мы сидим, допустим, вот площадь, представьте, такая площадь, и вокруг этой площади здания, в которых есть кафешки, какие-то клубы, суши-бар, пабы, магазины. И вот на площади происходит, там какие-то люди собрались, и их просто сжигают, уничтожают. А вот сидящие вокруг люди, это как жители разных стран. Вот так они сидят, кто-то пьет чай, и так посмотрит, раз видит в этот момент с огнемета, прям детей сжигают, и он, держа в руке чашечку этого кофе, он начинает возмущаться, говорит, как так можно? Это же, они же вот сжигают, у нас на глазах людей, это ненормально. И вот кто-то сильнее возмущается, кто-то вообще игнорирует, кто-то сидит, пьет кофе, кушает суши, кто-то ходит по магазинам, выбирает себе одежду, шопинг, где-то примеряется, видит, раз перед ним опять начинает из огнемета людей сжигать. И он, на секунду он отвлекается от примерки нового костюма, и обращает внимание своего, спутник говорит, смотри, сжигают детей и женщин, как так можно, как это неправильно, давай хотя бы через окно крикнем, что так делать нельзя. Вот кто-то кричит, кто-то просто между собой общается, осуждает, кто-то просто игнорирует, но людей на этой площади неизменно продолжают сжигать. И все вот люди вокруг, осудив, обратив на это внимание, потом обратно отворачиваются и дальше продолжают говорить о своем беседе, дальше речь заходит о том, вот суши сейчас не такие вкусные. Месяца два назад они были лучше, видимо, повара там поменяли, обсуждают. Те, кто только что посмотрели, увидели, как сжигали детей, они возмутились, но все, они уже отвлеклись дальше, и дальше у них идет разговор о своем. Тот, кто примерял костюм, тоже увидел, ужаснулся, все, он что-то может, крикнул через окно, через дверь, и дальше пошел и говорит жене своей, ну что, не велик он, не посмотри, в плечах нормально сидит. То есть понимаете, вот что происходит сейчас в мире. Все вроде это видят, и нельзя сказать, что людей не возмущает, что в целом какая-то поддержка у этого всего от людей, нет, есть серьезное возмущение, акции протестов, антиизраильская волна по миру, она, наверное, с конца Второй мировой войны вообще ничего подобного в этот мир не видел. Сейчас Израиль предстал таким монстром в глазах очень многих, миллионов, миллионов людей в этом мире. Но несмотря на это, это не останавливает убийство людей, геноцида, которые происходят. Вот что на самом деле отвратительно, что в 21 веке, в 24 году, когда столько международных договоров, институтов, международное право, все эти гуманитарные, гуманные ценности, и вот при всем при этом на глазах всего этого мира просто уничтожаются люди и никто с этим ничего сделать не может. Так, немецкий солдат, бро, в Коране говорится, сердца их опечатаны, уши не слышат и глаза не видят, они упорствуют в своем беззаконии. Ты не заставишь их слышать. Гро, смысл в обращении к кафировым, если они проклятые бога. Слушай, я не буду на религиозной темой философствовать, лучше, наверное, на эту тему поговорить с людьми религиозными. Я лишь выполняю свои обязанности в плане порицания порицаемого. я вижу порицаемое, вот я не могу же это исправить своей рукой, оно слишком глобально большое, но я могу об этом сказать, я это говорю. Помимо этого, я могу просто свое мнение, даже без какого-то порицания порицаемого, просто высказать свое мнение на любую тему. Допустим, я хотел бы видеть хорошую инфраструктуру в республике для людей. Вот я говорю, что я хотел бы это видеть. Если параллельно я могу раскритиковать плохую работу в этом направлении, но это входит как раз в порицание порицаемого. Я этим занимаюсь. Даст это результат или не даст, я не знаю, но это моя обязанность это сказать. Если даже кто-то не считает это обязанностью, но это как минимум право, никто не может тебя лишить этого права. Ты хочешь сказать о том, что качественная медицина это лучше, чем некачественная. Кто тебе может запретить это сделать? Ты хочешь и говоришь. Поэтому я не хочу в какие-то глубокие смыслы всего этого уходить с религиозной точки зрения и лософствовать на эту тему. Я думаю, здесь все очень просто. Когда мы заводим какие-то каналы, блоги, и кто-то, например, хочет рассказывать о телефонах, допустим, какие телефоны хорошие, какие плохие, вот он завел такой технический блог. Ну все, это его право. Если он не делает чего-то плохого, пожалуйста, пусть он выполняет то, что ему нравится. В моей ситуации я вот примерно такой же человек, как тот, кто говорит о телефонах, плохих говорит плохо, хороших хорошо, я точно так же говорю, что вот плохое это плохо. Вот здесь некачественно, медицина некачественная, вот это плохо. Надо сделать так, чтобы она была качественной. Скажи, пожалуйста, насчет ракетной атаки, что скажешь, Америка перестанет помогать Украине или еще больше будет помогать? Ребята, два месяца нам нужно подождать. В январе, когда он там в конце января, по-моему, приходит к власти, вот тогда мы с вами все увидим. Я думаю, и эти ракетные атаки и вот все, что сейчас происходит, все идет к этому. Все готовятся к приходу новой администрации и уже новая администрация не скрывает, что она не хочет поддерживать кого-то, далее эскалировать, воевать. Они не хотят, они хотят завершить. Поэтому, я думаю, сейчас такая почва подготавливается под это завершение. Автопарки ты уже обновил, теперь обнови лифты в городе. В ипподромном лифты в ужасном состоянии и работают два дня, потом две недели не работают. С лифтами в России, насколько я слышал, сейчас очень серьезные проблемы. То есть, даже при желании исправить эту ситуацию, они по сути не могут пока себе это позволить. Насколько я знаю, после введения санкций, говорят, первая проблема, с которой столкнулась строительная индустрия, были как раз лифты, так как они в основном видимо шли из западных стран. И в общем, чтобы это все переориентировать на Китай, там видимо нужно много всего поменять. Поэтому не знаю, как они сейчас, может быть они сейчас уже и готовы. к этому. А так, ну в целом, я думаю, любые вопросы, любые проблемы, касающиеся обычных людей, их жизни, удобства, конечно, нужно поднимать. В том числе, Ичкерия маленькая страна, но Нудай бросил вызов и полная разруха, и весь мир молчал, никаких арестов мы не видели за две войны, почему все молчали? молчали после чего? Ты имеешь ввиду, когда шла война? Ну, я, конечно, не думаю, что все молчали. Конечно, были и те, кто не молчали, но должной реакции этот мир, конечно, не дал, к сожалению. И во многом сегодня мир расплачивается за то, что тогда этой реакцией, тогда не захотел мир, как-то в это, вот как сегодня с Украиной, вот так, как в этот конфликт мир вмешался, вот точно так же вмешиваться, когда не захотел мир. Страны, такие серьезные, сильные страны не захотели. И многие действительно закрыли глаза, отдали нас на растерзание. Ну, и после этого случилась Грузия, затем Украина. Если бы тогда остановили, конечно, сегодня всего этого, возможно, можно было бы избежать. Но, есть такой хадис, что слова «если бы» нельзя говорить, в плане недовольства чем-либо. Поэтому я, конечно же, как мусульманин, убежден о том, что случилось то, что было предопределено, и я об этом говорю, не будучи недовольным предопределением Всевышнего. Я доволен, Ишалла. Все то, что нас постигло, это то, чего мы не могли избежать, и мы в любой ситуации воздаем по-моему Всевышнему Аллаху. Просто как анализ, не как в плане недовольства, а просто как анализ, что мир должен все-таки делать выводы, почему мы пришли к сегодняшнему дню, почему сегодня орешники долбят. Киев, это ведь не просто так, это как, знаете, вот ситуация, любая ситуация, нам ее хотят представить, каждая сторона хочет представить ее так, как ему удобно. Вот любого пропагандиста, возьмите, произраильского, он, когда начинает с тобой, разговаривает, он с 7 октября, как будто бы история начинается с 7 октября прошлого года, как будто до этого ничего и не было. Любая, любой разговор о секторе газа начинается у них с 7 октября. Вот точно так же у российских пропагандистов любая ситуация, касаемая Украины, начинается с Майдана в Украине. Вот у них как будто бы до этого не было вообще никакого контекста, никакой истории. Вот Майдан, незаконное свержение власти, и вот все потом в Донбасс, там столько-то лет долбили в Донбасс. Каждая сторона стартовую линию хочет прочертить там, где ему выгодно, где он будет выглядеть правым, если он вот отсюда начнет. И поэтому то, что я говорю, это не недовольство предопределением, а лишь желание, чтобы оценки начались ранее, чтобы мы весь этот контекст можно было проследить. Не началась Украина, не началась с Майдана. И вообще Украина является лишь продолжением. И Грузия не началась с Южно-Осетинского, Осетинской событий в Цинвале. И это все началось гораздо раньше, когда новая страна, Россия, зародилась, и вот первый беспредел ей дали совершить, когда они в одностороннем порядке в свою конституцию вносили республики, потому что им так захотелось. Затем, когда они этим республикам, которые они внесли в свою конституцию, они решили их право на самоопределение, когда они решили, что они могут просто так туда загнать технику, уничтожить города, людей, и на это все закрывали глаза, вот так это все пришло к сегодняшним ударам орешникам по Киеву. очень печально, когда в исламских странах массово казнят христиан, устраивая геноцид по религиозному признаку Типра Автомства 121 Виктория. Вообще, если такое будет происходить, как ты говоришь, массово в каких-нибудь странах, неважно, исламских, индуистских, какие бы то ни было, будут массово казнить христиан, я полностью с тобой согласен, это абсолютно неприемлемая ситуация. Я, конечно, понимаю, что это с какой-то долей иронии, подтверждение, но оно в своем корне правильное, неприемлемо, ни в исламских странах не могут массово кого-то казнить, ни в других, ни в демократических, ни в еврейских, ни в индийских, ни в каких. Вообще, я сторонник того, чтобы, если есть закон, даже если он плохой, даже если он нам не нравится, но он должен исполняться в этой стране, это дает какие-то гарантии для людей, живущих в этих странах, граждан этих страны, туристов, приезжающих туда, людей, приехавших в гости работать. Когда ты знаешь, что есть закон, и ты можешь с ним ознакомиться, и власть этот закон будет соблюдать, то ты защищен, не нарушай его, изучи его, не нарушай, и с тобой ничего плохого не произойдет. Даже если этот закон плохой, но понимаете, о чем я говорю, понятно, что плохие законы должны исправляться, их нужно осуждать, но хотя бы для начала они должны исполняться. Плохо, когда законы, как в России, просто придуманы, допустим, написаны, но самой властью они не исполняются, либо подгоняются под желание власти. Вот это плохо, и ты не защищен, и ты не знаешь. Например, сегодня, сколько таких случаев, когда, скажем, в каком-нибудь 12-10 году кто-то донатил в какой-нибудь фонд, затем в 17-18 году этот фонд был признан каким-то экстремистским, и людей в 12-м году донативших задерживают для того, чтобы их посадить, а по закону нельзя, им на них начинают вешать какие-то, ну, фабрикуют какие-то обвинения. То есть, вот в этой ситуации человек не может защититься, он абсолютно беспомощен, он не знает, то есть, здесь в отношении этого человека работает просто правило, если повезет, и если у падишаха настроение в этот день, если я не попаду под плохое настроение, то меня пронесло, и так жить очень тяжело. Я тоже стал жертвой такой ситуации, когда когда не было по закону, то есть, я ничего не нарушал, ношение бороды, исповедание любых религиозных, политических иных взглядов абсолютно никак не преследовалось. но я со своей бородой выехал просто в город и из-за нее меня похитили, меня обвинили во всем, чему я абсолютно был непричастен, в итоге мне пришлось обижать столько исследований, различных испытаний, и почему это все произошло, потому что кто-то в этот день решил, ну, даже не так, кто-то в целом, как Рамзан Кадыров, решил, что бороды носить нельзя в республике, просто он так решил, это не было нигде указано в законах, никаких нормативных актов, ничего не было, он так решил, и вот в этот день я попался на глаза чуваку, который, увидев меня, решил, что я не должен эту бороду носить, и далее вы знаете мою историю. Поэтому для начала, конечно, нужно, чтобы любая страна уважала собственные законы и их исполняла. Томсан, расскажи, как так работает, что у тебя столько разных статусов и на агента, и еще хуже, Donation Alerts российский сервис работает, и донатеров не отлавливают и не садят, просто интересно, потому что это не российский сервис, Donation Alerts его в каком-то там году, сейчас не помню, приобрел гражданин России, то есть, но сам сервис не является российским, вот в чем основа, он не находится в России и не является российским, а так, он, конечно, вообще в принципе не работал бы, если бы он был российским, это то, что мне удалось об этом выяснить, я, честно говоря, моя информация была еще года три назад, когда я только начал, даже четыре, может быть, года назад, когда по письму начальни, на тот момент заместитель начальника УМВД по городу Грозный, Дашаева, в другой сервис, которым я пользовался, они меня, они мой аккаунт блокнули, и тогда, переходя на Donation Alerts, я наводил справки, и, в общем, то, что мне удалось выяснить, что создатели, это, ну, создан, в общем, в Америке, и затем он был куплен, но от того, что кто-то покупает, от этого сервис российским не становится, и поэтому он не попал ни под санкции, ни под что-то, ни под какие-то там ограничения, в общем, работает, пока никаких проблем не было. Что скажешь про экономику России на сегодня? Я не экономист, я ничего, наверное, не смогу на эту тему сказать, Россия, единственное, что я могу сказать, что Россия, ну, пока справляется, держится, многие прогнозы, такие негативные прогнозы, они, ну, негативные для России, я имею в виду, они не сбылись, пока что Россия справляется. при этом, конечно, испытывает трудности, кто-то сейчас может сказать, ну, как они, у них там, ставка реконансирования видела, да, я это все знаю, я видел, я понимаю, что тяжело, я так-то на связи со многими своими соотечественниками, я знаю, насколько у них все в худшую сторону изменилось с началом этих событий, но я говорю не о том, что людям стало хуже, я говорю о том, что в целом экономика, вот то, что предрекали многие эксперты, тогда, вот все, санкции сейчас убьют, как мы видим, это все не сработало, по крайней мере, так эффективно, Иран живет под санкциями десятки лет, ничего, живут, то есть, опоры, режим не ослаб, ну, да, конечно, нельзя сказать, что они хорошо живут, это далеко, конечно, от хорошего, но в целом, жить, жить можно, КНДР, сколько существует, живет под санкциями, но живут, Иран живет, Россия тоже сейчас живет, но нельзя сказать, что они хорошо живут, это, конечно, нехорошая жизнь, у них нет большинства этих мирских жизненных благ, которые есть у нас с вами, то, к чему мы привыкли и считаем это обыденностью, у этих людей этого, конечно, нет, живут они, конечно, гораздо хуже, но при этом, да, живут. Китай, это помойка, где едят таракановы, к кому сдался Китай, обычно принято ныть, про исламофобию, про Европу, потому что все правоверные едут за западными ценностями, слушаю, Китай, назвать Китай помойкой, это, каждый человек имеет право на какое-то свое мнение, суждение, но оно настолько далеко от правды. Китай, это сегодня, пока что вторая, наверное, еще передовая страна, а может быть, уже и первая, это очень мощная экономика мира, то, что делает Китай, то, что строит Китай, то, что производит Китай, ВВП Китая, это просто какие-то небеса. И с каждым днем, с каждым годом он становится все более мощнее. И при этом, да, там, конечно, такой очень специфический, своеобразный режим, конечно, там, безусловно, есть очень серьезные нарушения прав человека в отношении мусульман-уйгуров, особенно, но называть его помойкой, недооценивать Китай, при этом, это слишком вольно. Как ты относишься к тем чеченцам, которые намеренно сдались в плен, потому что они против войны? Я так думаю, ты имеешь в виду тех чеченцев, которые попали на так называемое СВО, то есть со стороны России, и я не то, что нормально отношусь, я призываю их ни в коем случае, то есть при малейшей возможности, им нужно переходить в сторону Украины, то есть здесь важно, понимаете, если человек попадет в плен, то он попадает в этот обменный фонд, его обратно выдадут, и там его ничего хорошего ждать, хорошего ждать не будет. А совершенно другое дело, если он изначально выйдет как на связь, то есть проявит инициативу и перейдет, в этой ситуации он уже не просто человек, попавший в плен, а он конкретно перешедший на сторону, и там уже в отношении него будут работать совершенно другие темы, и как вы видели, я запостил у себя видео батальона Джохара Дудаева, где как раз выступает один из бывших кадыровцев, перешедший на сторону, и он приводит, во всяком случае, он говорит о том, что если вы, допустим, хотите не воюя, просто жить, допустим, остаться в Украине, такую возможность вам дадут. Если вы хотите дальше как-то отправиться в Европу, эту возможность вам тоже дадут. Если же вы хотите вступить в ряды украинской армии, добровольческих батальонов на стороне Украины и воевать против России, то эту возможность вам тоже дадут. То есть я, это уже его слова, здесь я, конечно, я не знаю, как это вообще все работает, но я думаю, те, кто там оказываются, у них выбор, я имею в виду, те, кто оказываются на СВО, у них выбор особо невелик, поэтому, конечно, я нормально отношусь, если они переходят на сторону Украины. Если перейти на сторону Украины, это не будет предательством, или это можно будет назвать путь Ахамата Хаджи? Если, если, например, какой-нибудь ярый Ахматовец перейдет, то, да, вот конкретно в его, в его случае, в отношении своих товарищей, он, конечно, совершит так, предательство. Но когда туда отправили человека, просто насильно, там, за то, что он мой родственник, например, или чей-то, Хасана Халитова родственник, или просто он что-то нарушил, ПДД, или еще там что-то, или он был, отсидел, вышел, находился под надзором. То есть, когда такой человек туда попадает, он, в его отношении, в отношении этого человека, вообще, слово предатель рядом стоять не будет, потому что он, предатель, это человек, находившийся на одной стороне по, не по принуждению, а по согласию, по своим убеждениям, то есть, идейно он был согласен и поддерживал эту сторону, как вот в случае с Ахматом Кадыровым. Вот он был, он не просто поддерживал, он был идеологом, он тот, кто призывал воевать с Россией, он тот, кто объявлял священную войну России. И вот этот человек предает свои идеи, свою сторону, своих товарищей, свою религию, свое государство, переходит на противоположную сторону. Вот это вот классический пример предательства. А когда тебя просто тупо где-то схватили и вопреки твоей воле отправили погибать в Украину и ты там спасаешь свою жизнь, просто не работает вот это правило в отношении тебя. Ты наоборот делаешь, ты наоборот не изменяешь своим убеждениям, ты презирал этих людей, ты не хотел воевать за их интересы, и оказавшись на поле боя, ты следуя своим убеждениям, ты перешел на сторону моих врагов. Тут работает принцип враг моего врага, мой друг. Китай уничтожает мусульман куда жестче, чем Израиль, почему об этом молчат? Слушайте, ну, я вообще не хочу ни в коем случае быть адвокатом у Китая и защищать их, но сказать, что Китай уничтожает вообще, что кто-либо в этом мире сегодня, на сегодняшний день хоть одна страна, народ или какая-то коалиция уничтожает мусульман похлеще Израиля, но это настолько лживые слова, нигде в этом мире сегодня мусульман больше, чем в Газе не уничтожают. Сегодня в Газе больше всего уничтожают мусульман, людей, женщин, детей. Это происходит в Газе. Никто с ними сегодня не сравнится. Поэтому ни в коем случае никак не принижая то, что делает Китай исправительный, лагеря и нарушение прав отношений мусульман и гуров, но блин, но это не сравнится с тем, что происходит в Газе. Просто когда я это вот так говорю, я не пытаюсь принизить происходящее в Китае, я лишь пытаюсь не дать вам принизить то, то есть уменьшить то зло, которое творится сегодня в Газе. Вы говорите подобное, вы пытаетесь это принизить, как будто бы там ничего особенного не происходит. Посмотрите в Китае, в Индии, в Мьянме, что происходит или происходило. Да, то, что там происходит, это безусловно преступление, но, блин, с Газой сегодня не сравнится ничто. Ежедневно там уничтожаются, убиваются, сжигаются как минимум десятки людей, а то и сотни. Уже несколько, только 40 с лишним тысяч людей уничтожен. Это не сравнится ни с чем. когда Китай допустим несколько лет назад только вот спалился с этими трудовыми исправительными лагерями, этот мир моментально отреагировал, начиная с Соединенных Штатов Америки, ООН, различные международные правозащитные организации, журналисты проводили расследование нам на месте снимали, то есть была очень серьезная реакция осуждения того, что делает Китай. Когда сегодня Израиль наносит удар по допустим по Бейруту, сегодня нанесли удар просто по жилому району, не происходит и 5% того, что происходило в отношении осуждения Китая. Мы этого не видим, как будто бы это нормально нанести удар по жилому кварталу, сказать, что там был какой-то высокопоставленный чувак из Хезбаллы, где-то там бункер, поэтому мы несколько 9-17 этажных домов снесли, уничтожили вместе с их жителями и возможно мы этого высокопоставленного террориста тоже убили. И как будто бы это нормально, как будто бы так и должно быть, как будто в этом нет преступления. Вот единственное, что во всей этой истории радует, это что Мус все-таки до сих пор помнит, что таким образом действовать нельзя, это военные преступления. Единственное, наверное, что сегодня порадовало. Масштабы зверства, которые ученились ионисты в Газе, сравнимы с тем, что устроили русские во время... А, задает вопрос сравнимы ли они с тем, что устроили русские во время российской, чеченской войны. Ну, смотри, конечно, в совокупности, если взять погибших, то во время российской, чеченской войны погибло, конечно же, больше людей. Ну, по крайней мере, из официальных данных, то, что мы знаем, туда. Но у нас-то и события длились дольше. И сколько уже год, чуть больше года идет война в Газе, а российско-чеченская война первая шла два года, ну, а вторая ее активная фаза несколько лет, а далее, как вы понимаете, там уже, пусть это была не бомбежка, не открытые боевые действия, но уничтожение, конечно, далее уже продолжалось другими методами похищения, пытки, без вести люди пропадали. Поэтому, если посмотреть, наверное, по общему количеству погибших, то в российско-чеченской войне чеченцев, конечно, погибло больше. на данный момент. Но, видите, если, допустим, ситуация в Газе, ее, если не достигнут, там, прекращение огня, и если предположить, что там война продлится еще несколько лет, то, наверняка, жертв там будет гораздо больше, потому что за этот год официально 44, по-моему, тысячи, 40 с лишним тысяч, вот была последняя цифра, которую я слышал. Это за один год погибло столько. Но представьте, если еще год-два столько же будет погибать, то это будет огромное количество. Я надеюсь, что этого удастся избежать. Если бы сегодня Афганистан снес пару домов в Израиле, скинув пару бомб, то реакция была бы у цивилизованного мира мгновенной, а Бейрут бомбить это норм, как утром выпить кофе. К сожалению, ты прав, к сожалению, мы реально на сегодняшний день имеем такую ситуацию, что есть какие-то страны, в которых в принципе ради уничтожения какого-то террориста можно сопутствующих несколько десятков человек схоронить под завалами, и реакция будет максимум, что скажут, это все-таки нужно как-то Израилю нужно попытаться избегать жертв средимирного населения, примерно вот так. США высказали озабоченность большим количеством жертв средимирного населения, например, что-то такое может произойти, но каких-то санкций, какой-то жесткой реакции не будет. Единственное, мусс, мусс красавца в этом плане, в остальном к сожалению, ты прав. Когда кушал жиджиколныш в последний раз любишь чесночный соус, милковый, я частенько и периодически балую себя вайнахскими традиционными блюдами, поэтому с этим у меня все в порядке, и сами дома готовим национальную еду, и езжу в гости к своим братьям, которые у нас как вы знаете принято встречать гостей обязательно национальными блюдами, поэтому с этим проблем нет, хвала Аллаху, жижиколнаш, чепол, шхинголш, это все присутствует в нашем рационе питания. Иран применит ядерку против Израиля. Я думаю, Иран ничего не применит против Израиля, кроме вот таких гибридных методов. Я не думаю, что нам стоит в этом плане какой-то эскалации ждать. Как ситуация с беженцами в ЕС? Да, обычная тяжелая ситуация беженцам. С каждым годом вот этот институт предоставления убежища он становится все хуже, жестче, все сложнее людям добиться убежища, добиться какого-то справедливого решения. Поэтому и ожидать, что в этом направлении будет какое-то улучшение пока не стоит. Пока все идет только к ухудшению. Продолжение следует...